Теперь глянем сам номер. А подскажите виноград без косточки, в какую цену? В кусте, в кусте, смотрю, но есть такой вот подсушный, есть. Привет, с вами Виконста. Сегодня мы поедем на Азовское море. Отправимся в Седово, на Азовское побережье. Посмотрим, как выглядит курорт на море. Цены, жилье, питание. В общем, все. Я хочу сделать полноценный отдых как для себя, так и для вас. Поэтому сразу же поставь большой-большой палец вверх. Я думаю, вы и так прекрасно знаете, что я для вас очень сильно стараюсь, но вы немножко постарайтесь для меня. Также не забывайте в конце этого видео написать совершенно любой креативный комментарий, который поможет этому видеоролику вырваться в топ. Время шестой час, и мы отправляемся на море. Немножко хочу сказать пару слов о дороге. Помните дорогу на Новоазовск лет 7-10 назад? Тут были ямы в колено. Сейчас эту дорогу потихонечку обновляют в сторону Новоазовска. И вот в таком она сейчас в прекраснейшем состоянии. Не знаю, насколько долго ее хватит, но сам факт то, что вы едете и не переживаете за подвеску автомобиля. Слева у нас прекраснейший рассвет. Поля, природа Донбасса. По пешеходному. Все как надо. По правилам. Как только въехали в Новоазовский район, а также на протяженности всего пути, есть вот такие небольшие, но довольно глубокие ямы. Бывает, едешь и боишься влететь. Поэтому будьте внимательны и смотрите на дорогу. Ну что, добрались мы в Седово. Общее время поездки у нас составило час сорок три минуты. На посту проверка заняла около двух минут на человека. Заселились мы в номер двухместный. Здесь столовая. Всего на площадке две комнаты. Чайник, посуда. Это все можно использовать. Это у нас ванна. Бойлер, туалет и душевая кабинка. Вода холодная, горячая, круглосуточно. То есть без разницы, день это, вечер, ночь. Давайте теперь глянем сам номер. Хорошая большая кровать. Здесь такой небольшой диванчик. Телевизор. Телевизор и кондиционер. Давайте сейчас телевизор проверим. Что у нас тут показывает. В общем, я доволен. Цена составляет этого номера полторы тысячи рублей в сутки за комнату. То есть вне зависимости, сколько здесь будет человек проживать, цена полторы тысячи. Ну, такие сейчас расценки. В номере изначально я хотел, чтобы был кондиционер. Так как очень жарко что-то в этом году. И поэтому без кондиционера никак. В начале, как только приехали. Ну, утро было. Людей не сильно много. А сейчас вроде бы потихоньку начинают просыпаться. Заодно глянем, что здесь продается. Андрюша. Помидоры. Вишня. Пирожки. Абрикосы. Мед. А подскажите, а мед это какой? Это прослогодний. Это майский, да? Бутылек 1800. Я понял. Пульца вот 150 рублей 100 грамм. А сотый? Пожарно. Спасибо. Вот такие вот цены на мед. Кукуруза. Идем дальше. Рыба. Балык. Тоже мед. Вот здесь тапочки. Все подряд. И одежда. Пирожок один с вишней. 30 рублей стоит. Идем дальше. Здесь фрукты. Овощи. Виноград. Был? Ну, пошли виноград там купим. Да, я здесь. Да. Там вот на бусинобиде. Там вот на бусинобиде. А этот без косточки. А почему? Не знаю. Давай сейчас чисто ради прикола спросим. А подскажите виноград без косточки. В какую цену? 350. Будем брать? Ну, я вообще хочу взять. Ну, давай, иначе возьмем. Да, давай. В основном упор на овощи, фрукты. Также есть в наличии конфеты. Ну, 150 рублей. По 300, если с шоколадом. Лук, картошка. А можно винограда без косточек. Такую большую грузь. Красивую веточку. О, проезжали. Они не сильно большие. Ну, либо если не большие, то две. Что-нибудь из этого придумаем. Ну, так вот нормально было. Давайте. Не сильно большие. Было чего-то две. А это откуда виноград вообще? Ну, это Египет пока еще импортный. Импортный. Здесь своего нет. Никого. Тут вам лапшу вешается местный, там еще никого не слушать. 698. И еще дайте штуке 4 нектарина. 298. Смотрите, есть манго и есть сосливы. С чем давать. А какой слайз? С манго. С манго. А может два тех, два тех. Давайте два тех, два тех. Они одинаковая цена у них. Или разная. Цена разная. Если разный кулёк получше, вы знаете. С манго. По триста рублей. Кого? Все. Пятьсот десять, пятьсот рублей. Пятьсот рублей. Спасибо. идемте дальше в принципе овощи овощи таранка шамайка колбаса пирожки а вот еще рыба может рыбы какой-то возьмем либо лыбка здравствуйте это связка до 100 рублей а что еще у вас по ценам так подскажите вот из поджарены это свеженький тоже это 125 именно сам баллы стоит хорошо не пересолить судачок рублей 20 что выходит вот низко 10 штук есть бычок 15 штук а это это кальма кальмаров какую цену 100 рублей килограмм или на 880 а вот это вот нарезанная уже по-моему трескались это вкусненько нужно будет а ну дачу попробовать да давай пакетик а тут за килограмм до или в пакетик и просто уже 100 а можно чуть больше мне кажется пакетик а что было прикольно я на у нее нету 130 рублей до или на 150 давайте на 150 чтоб под расчет было такой же ну без мелочи станет пока не то столько на разведку пришли может чуть попозже разделаны да он выходит также хоть на вес есть не так жарко обычный рынок курорте креветки ну чё идем на пляж посмотрим мы сегодня все таки на азовское море кстати вот поставили скорее всего что в этом году в том году не помню такую вот карусель небольшое колесо обозрения я не знаю метров наверно 25 не больше может быть даже 20 чебуреки кстати можно глянуть почем чебуреки если есть цены чебуреки 55 40 35 у разные цены смотря с какой начинкой также я не знаю в кафешках есть комплексные обеды цена варьируется от 250 до 300 рублей я так изначально прикидывал цены сувениры можно будет купить магнитики на холодильник всякие приколы безделушки но я бы сказал не сильно много так людей может еще очень рано дубайская шаурма 130 рублей шаурма двойная 260 но закрыта вот вами центральная улица в седово подводная лодка раньше было но она давным-давно уже не работает она она самая популярная была заведение ночное у молодежи куролесили веселились субмарина 2 а теперь остался только каркас ну что море встречай меня вот вам и азовское побережье в этом году море море это один из самых лучших пляжей седова до людей многовато сейчас еще место не найдем тут раньше были душевые кабины они были закрыты сейчас видите все по убирали и таком все в открытом состоянии но вода есть так здесь еще найти местечко уютное укромная и можно будет начинать отдых с этого момента есть одно свободное место сейчас значит вот здесь будем укладываться кстати вот за пляжем здесь ухаживают видите типа грабли может какие-то чистилки давайте немножко поближе к морю подойду вы услышите все сами я думаю здесь без комментариев кстати очень много людей задается вопросом я знаю что вы будете писать в комментариях по поводу цвета воды цвет здесь специфический да он мутный цвет этот более такой светло-коричневый в данном случае мы сейчас смотрим на таганрогский залив вот это вот все слева справа чуть дальше это все таганрогский залив и здесь 10-15 лет назад была такая вода весь ил вся муляка все вот эти полезные свойства азовского моря присутствуют в воде поэтому ребята если вы пишете за цвет воды вы хотя бы и поинтересуетесь что это вода прежде всего полезная да может она не такая чистая к примеру как на бердянской косе либо на черном море прежде всего азовское море азовское побережье полезное для детей так как содержится большое количество йода и полезных веществ в воздухе ну и самом море там чуть дальше рыбачки у нас сидят ловят у вас сеточка идет может туда даже их поймал красотища ребята выбирайтесь если есть такая у вас возможность отдыхать потому что отдых как не крутите это круто хочу пройтись на пирс показать вам пляж с другого ракурса вот с той стороны потому что здесь вы не сильно поймете саму атмосферу а также количество людей сейчас туда доберемся вы все это увидите так ну что дошли мы до пирса давайте глянем теперь на пляж ну вот пляж на азовском побережье количество людей я бы сказал многовато то есть все занято ну нигде вы не ляжете спокойно и вот столько людей купается что я могу сказать если сюда приезжать с детьми то в данном случае этот пляж я бы рекомендовал к посещению так как здесь мелко где-то порядка ну 25 метров вот видите ребенок стоит там очки одевает и ему где-то по шее может даже чуть меньше ходил я бродил туда-сюда хотел найти камни хотя камни здесь с этой стороны лежат я так камни и не нашел видимо пляж почищен и почищен он очень хорошо так как там уже дальше я уже к сожалению не доставал эта глубина больше двух с половиной метров поэтому вот так выглядит пляж седова и 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 Их можно посчитать на одной руке, поэтому выбор особо небольшой. Кому где нравится, тот там и отдыхает. И прежде всего можно, конечно, поехать и подальше, в сторону обрыва, но опять, если у вас нет средства передвижения, то вам придется либо идти пешком, что очень долго и по времени очень затратно, либо ехать на автобусе. Поэтому, кто где живет, там и скорее всего, что ходит на пляж. Ну, в данном случае мы идем на пляж, который находится практически в центре Седова. Очень жарко, так что одевайте головные уборы. Голову напечет, потом можете и получить тепловой удар. Поэтому лучше всего перестраховаться. Вдали уже море у нас. Не знаю, вроде бы так отдыхающих не сильно много. Время пятый час. Солнце уже будет скоро садиться, часа через три-четыре. Поэтому сейчас лучше всего выходить на пляж и загорать. Так как самый солнцепек с часа до трех особо делать на море нечего. Вы это тоже имеете в виду. Вот вам и пляж. Так, ну что я вам скажу. Людей многовато. Надо будет где-то найти укромное местечко и обосновываться. Пляжи, охлажденная, черноводская, приветушка. Привет, кукурузка, все как надо. Пару слов о этом городском пляже. Я вам так скажу, отдыхающих очень много. Играет музыка в одной стороне, там немножко чуть-чуть подальше. Приплывают корабли, можно даже покататься на банане. Но вот тут корабль стоял, он загрузил отдыхающих и уехал. Что удивило, это наличие урн. И люди периодически, я вот сам своими глазами смотрю, приходят, выкидывают мусор. Ребята, если вы приходите на пляж, то будьте добры, убирайте за собой мусор. Не надо закапывать ни бычки, ни какие-то кульки, песок. Потому что вам же здесь потом сидеть. Это вам к сведению. Что хочу сказать по берегу. Берег здесь мягкий, песочный. Также присутствует ракушняк. В некоторых местах, ближе к этой дамбе разбитой, есть мелкие камни. Ну вот буквально 25-30 метров от берега взрослому человеку. Ну где-то будет по шею. Если зайти немножко чуть подальше, то конечно будет уже с головой. Там вот дальше, если вы видите, есть буйки. Один, второй. Рекомендуют за них не заплывать. Это тоже вам к сведению. Ну а так конечно отдыхающих многовато. Также там есть ларек небольшой продают. Горячительные напитки. Кукурузу, креветки носят. Особого мусора я так и не нашел. Ну чистый берег. Единственное, что вот тут разбитая дамба. Ну кстати есть такие надписи. Разбита дамба осторожно. Поэтому не рекомендуется купаться близко к вот этим вот местам. А так людей конечно очень много. Лечь негде. Ну вот к примеру, если тут все занято, то приходится ложиться немножко чуть-чуть повыше. И там уже соответственно вы будете чуть-чуть подальше от берега находиться. Это практически центр Сидоа. Поэтому отдыхающих здесь очень много. Так что принимайте к сведению. Мое дело показать, рассказать. Но ваше поделиться мнением в комментариях. Ну и написать свою оценку. Как вам тот или иной пляж. И поставить конечно же лайк за старание. Подошли тимуровцы здесь. Давайте на это, пацаны. Так чтобы видно было, потучнее. Сидячих мест нет, только стоящие. ПОДПИАМОЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ. ПОДПИАМОЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотреть, как выглядит Седово вечером. Единственная улица, которая объединяет всех людей вечером. Покажу вам реальную атмосферу, которая происходит вечером в Седово. Но вы, ребята, пишите комментарии, как вам такие вылазки, выпуски. Вы сейчас сидите дома на диване, либо, может быть, где-то едете. Но я для вас стараюсь, записываю такой интересный формат видеороликов. Поэтому немножко частичкой хочу окунуть вас в ту атмосферу, которую я сейчас иду и своими глазами вижу. Музыка, конечно, забивает мой разговор, но ничего не поделаешь. С правой стороны здесь картинг у нас находится. А также можно вот так попрыгать, поскакать на карусели. Не знаю по стоимости, так, цены не видно. Чуть-чуть дальше шарики, смешарики можно будет половить там в таком небольшом озере рыбку. Ну и здесь толпа собралась, я не знаю, прокат, сегвеев. А также вот на машинках ездят. По цене я вам также не подскажу, но вам главное увидеть сам процесс. Ну а здесь картинг. Сейчас я поближе вам покажу его. Я, кстати, в том году на этом картинге ездил. Кому интересно, у меня есть отдельный плейлист на канале. Называется он Седова. В любом случае мы будем видеоролики добавлять в этот плейлист. Давай, давай, парень. Держи руль. Покрепче. Подходим мы ближе к Манго. Вот там детский развлекательный центр. С той стороны тир. Виртуальная реальность. Можно также пострелять, поиграть. В различные стратегии и игры. Здесь небольшой рынок. Цены. Помидоры 120. Персики 250. Ну, на ценах мы зацикливаться не будем. Вы и так их уже наизусть практически все знаете. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!